Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlogTV и в Ванкувер. Меня зовут Вика, а рядом со мной Павел. В Канаде есть такая возможность, как переехать по провинциальной программе провинции Квебек. Для этого нужно всего выучить французский язык. Мы переехали в Монреаль. По моим специальностям по эксплуатации и по финансам мне было сложно найти работу. И я решил, что мне нужно куда-то двигаться более в техническое направление. И как раз в Монреале, в университете Конкорде появилась очень удачная программа, которая так и называется веб-программирование. Через полгода после начала обучения я уже получил свою первую работу. Расскажи о своем первом проекте. Чем ты работал? Первый проект – это был сайт Hot New Hip Hop. Это сайт, связанный с хип-хоп-музыкой. И я работал как фронт-энд-разработчик над лицевой частью этого сайта, то есть над юзер-интерфейсом. И, собственно, вот этот вот сайт – это был мой первый проект. Сейчас, насколько я знаю, ты работаешь в стартапе. Да, это так. Ну, расскажи о том, чем этот стартап занимается. Ну, здесь схема немножко сложная. Я работаю официально на компанию, которая находится здесь, в Ванкувере. Эта компания заключила договор, можно сказать, перепродали меня американской компанией. И я напрямую работаю именно с американской компанией, которая находится в Нью-Йорке. Работаю я из дома, связываюсь с ними в основном через интернет, посредством скайпа или слэк мы в основном используем для связи. Да. И у нас есть ежедневные стендапы, которые мы делаем, то есть такие планерки. И на этих планерках мы говорим, что мы сделали, какие у нас планы на день, что мы хотим сделать и так далее. И этот стартап, на который я работаю, который находится в США, он производит веб-аппликейшн для фармацевтических компаний. Вот. То есть это специальный SaaS-аппликейшн, который рассчитан именно на фармацевтические компании. Какие вообще основные технологии вы используете в своей работе? Мы используем, ну, естественно, основную базу, это JavaScript, CSS, HTML, естественно. И как библиотека для фронт-энда мы используем Vue.js. Vue.js для Data Storage мы используем Vue.js. Это система State Management System, так называемая, это которая менеджит дату на фронт-энде. Вот. Ну, кто занимается фронт-эндом, те, наверное, знают, что это такое. Дальше для бэк-энда мы используем язык Python и мы используем Postgres с UBD, как нашей системы базы данных. И мы, собственно, делаем диплоймент в облако, то есть все, что мы разрабатываем. Мы используем амазоновские сервисы для того, чтобы делать диплоймент нашего продукта. У тебя есть YouTube-канал, у тебя есть свой небольшой бизнес, да? Да. И помимо этого ты работаешь на фулл-тайм, еще из дома, где очень себя сложно обычно организовать. Так вот, как ты организовываешь свое время? Ну как? Сначала я просыпаюсь и иду в свой офис. Дорога занимает, коммьют занимает где-то около одной минуты. Вот. Потом я составляю, как правило, мой день я начинаю с составления списка, что я должен сделать. Я, как правило, знаю, что я должен сделать в следующий день на своей работе. И я примерно составляю, что и когда я должен закончить, да, составляю такой список. И смотрю, можно ли, например, закончить работу раньше, да, чем обычно. И работать с домом позволяет работать в таком флексибл режиме, да, когда ты можешь немножко где-то поднапрячься, да, но зато сэкономить больше времени. И сделать, например, работу, которая рассчитана на 8 часов, ты можешь поднапрячься и сделать ее за 4 часа. И тогда у тебя может появиться время на YouTube-канал, на бизнес и на занятия всем остальным. Но, к сожалению, на практике это не всегда так работает, потому что, как правило, иногда работы бывает настолько много, что иногда я просто до 8, иногда до 10 вечера сижу и занимаюсь только работой. И действительно себя организовать иногда сложно. То есть иногда сложно сесть и сосредоточиться на конкретной задаче и заставить себя работать продуктивно, заставить себя работать в сжатые сроки. Но как бы стараюсь, стараюсь придерживаться списка, который я сделаю с утра. Ну, видимо, у тебя получается. Вопрос о финансах. Это всегда интересно. Я думаю, что когда ты переезжал в Ванкувер, ты тоже интересовался этим вопросом. В процентном соотношении сколько процентов от зарплаты у тебя остается после всех трат? Жилье, еда, ну и, не знаю, коммунальные услуги? Если по цифрам, да, то где-то примерно 20% остается. Вопрос в том, что ты можешь позволить себе на эти 20%. Да, как мне, например, комментировали к одному из моего видео. Кто-то из России писал, что вот у меня остается 50%, например, от моей зарплаты, потому что жизнь в России дешевая. Я спрашиваю, ну и сколько это 50%? 500 долларов. Я зарабатываю тысячу, да, 500 долларов у меня остается. И что ты можешь позволить себе на эти 500 долларов, да? Так вот, что ты можешь себе позволить? Ну, как сказать, на жизнь нам хватает. Ну, например, сколько раз в год ты, в принципе, можешь путешествовать? Куда-то, допустим, в Европу. Ну, я имею в виду, что не в США, в соседний Сиэтл, а чуть подальше. Да, но надо учесть, что, во-первых, у нас своя квартира, и мы платим ипотеку за эту квартиру. Это немножко дороже, чем аренда квартиры. Поэтому у нас немножко больше, может быть, уходит, чем у остальных. Плюс, как бы, на что хватает, да, на путешествие, на одно крупное в год, например, хватает на какие-то мелкие путешествия. Например, вот мы в феврале ездили в Гавайи, там, на 4 дня, да, то есть у нас был лонг уикенд 3 дня, мы сделали еще, взяли еще один день за свой счет, и мы слетали в Гавайи, например, на это время. То есть еще делаем несколько таких, например, путешествий. Какие планы на карьеру? На карьеру? Ну, во-первых, нужно расти технически, значит, развиваться в том, чем я занимаюсь, веб-программирование. И я уже досек уровня senior веб-программиста. И, ну, есть еще куда расти, постоянно появляются новые технологии, очень много чего учить. В дальнесрочной перспективе, я думаю, что я бы перешел, может быть, больше в архитектор, да, то есть когда я бы стал тем человеком, который может с нуля сделать архитектуру веб-приложения, построить архитектуру, то есть выбрать фреймворки, с которыми будет, ну, команда будет работать, на каких технологиях построить, бэкэнд, фронтэнд и так далее, то есть такой более decision-making процесс. Если бы ты сейчас менял работу, в какие три компании ты бы отправил свое резюме? Ну, если тебе сложно определиться с конкретными компаниями, с названием, может быть, какие это были бы области для тебя интересные? Ну, я могу назвать одну компанию, это, например, Amazon. Я не прочь поработать в этой компании. Тем более, что они скоро расширяются в Ванкувере. Да, дело в том, что в Ванкувере открывается офис более чем на 3 тысячи человек, насколько я знаю, уже здесь есть небольшой офис. То есть это та компания, в которой бы я не отказался поработать, потому что, насколько я знаю, зарплаты здесь достаточно неплохие, плюс интересный проект. И мне хочется, чтобы в моем резюме была компания с крупным именем, такая как Amazon. То есть это было бы полезно для моей карьеры. Такие компании, как Facebook, например, тоже. Я был бы не против. Почему? Потому что в моем резюме, как правило, находятся одни стартапы. Самая крупная компания в моем резюме, она тоже считала себя стартапом. Хотя это уже большой стартап, где-то около 200 человек. Уже такой устаканившийся стартап. Но в основном я работал только со стартапами. То есть мне было бы неплохо в своем резюме иметь какое-то крупное имя. Ну и последний вопрос, а точнее просьба к тебе. Дай, пожалуйста, советы людям, которые находятся по ту сторону экрана пока что, для переезда в Канаду и для поиска работы здесь. Ну, во-первых, нужно себя замотивировать и понять, что все возможно. То есть как мы переехали сами в Канаду, мы сначала думали, что это невозможно. Вот как так можно просто взять и переехать в какую-то другую страну? Для россиянина, для рядового это настолько сложно. Но мы поверили в себя, у нас была сильная мотивация. И это помогло нам сделать все нужные шаги, чтобы переехать сюда, в Канаду. То есть нужно верить в себя, нужно верить, очень сильно захотеть и верить в то, что это возможно. Но и как бы изучать всю информацию, которая поможет достигнуть этой вашей мечты. То есть что нужно сделать, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы эмигрировать в Канаду или в США. Спасибо тебе за интервью. Не за что. Я думаю, что мои подписчики будут тебе также благодарны. Но если вы хотите узнать больше информации о том, как жить в Канаде, как сюда переехать, как здесь искать работу. И вообще посмотреть на безумно красивую природу. Да, посмотрите на это. Мы как раз таки, я уже стараюсь быстрее говорить, потому что мы стараемся уложиться в это прекрасное время заката. И заходите обязательно к Павлу на канал, где он со своей прекрасной женой показывает этот Ванкувер, рассказывает о жизни, о поисках работы, о том, как они начали свой бизнес, о том, насколько здесь развитый IT-рынок. В общем, ссылка в описании. На этом все. Всем пока. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»